и снова всем привет на канале Олег Нестерова пресс вчера мы с вами готовили арочку до выводили кантик и загрунтовали сегодня мы будем замывать этот грунт ну и покажу как это правильно сделать да потому что многие тут неправильно но это чуть позже а для заряда бодрого и хорошего настроения с утра как всегда анекдот люблю наши приметы рассыпала соль к ссоре разбила посуду к счастью не солила борщ влюбилась лучше видеть во всем какие-то символы чем признать что ты рукожопая такой анекдот ну и теперь тема дня заставка пошла мы видим крыло которое мы вчера приготовили то есть у нас ровненький кантик и здесь вот тоже все ровненько вопрос был такой у тарасова да это наш подписчик постоянно будет ли видно на краске когда мы замоем переходик от грунта то есть будет ли обрисовывать грунт сразу отвечу нет если вы правильно замоете если у вас грунт вот так вот попал на замотованную часть да то есть вы без труда его замоете и когда вы сравняете главное чтобы вот здесь вот не было гранички если же будет блестящая граничка да это значит когда вы на оглянесть попадаете и получается потом блестящая граничка да такая граничка обрисуется обязательно то есть и мало того что нормально вы грунт не сможете замыть то есть останется след но если же вы не заскочили на глянец и потом все ровненько хорошо замыли без ступенек такой гранички у вас не будет об этом не стоит беспокоиться поэтому и можно деталь грунтовать не всю можно грунтовать часть которую ты ремонтируешь а старая краска послужит своеобразным грунтом то есть своеобразной подложкой для нового покрытия то есть старую краску просто замотаем одновременно с тем когда мы замываем грунт но вот здесь как вы заметили он не замык крыло да я вообще всем советую изначально замывать всю деталь перед ремонтом 8 соточкой с бруску вы увидите всякие неровности которые могут быть на крыле да потому что вывод вроде обращайте внимание на эту часть делали совсем не обращайте на какие-то мелочи но деньги вы берете за всю деталь да да даже если вы себе делаете то есть вы этот косяк сделаете а когда будете замывать вот покраску вы еще увидите кучу изъяда и здесь один я уже тоже на счет если можно увидеть в этом месте не знаю будет вам видно нет вот в этом месте есть щелбанчик так-то его видно не будет но когда покрасишь будет видно и вот здесь вот тоже есть небольшой щелбанчик вот видите его вроде не так заметно но когда вы отполируете деталь покрасите его будет видно будет ярко выражен на солнце то есть именно вот из-за таких щелбанчиков я и советую всем замыть деталь полностью то есть вы сразу выявите какие у вас есть места да можете обвести карандашом если боитесь что карандаш потом сотрется нарисуйте на листочке свою деталь и нарисуйте места на что нужно обратить внимание когда вы будете потому что вы же затрете щелбанчик будет у вас блестеть потом щелбанчик вы тоже замантуете чтобы к нему прилипло правильно его станет плохо видно ведь я и так с трудом приглядываюсь даже на блеске его будет плохо видно то есть и вы когда или вы сразу заматываете перекладывать его шпатлей то есть чтобы не пропустить ни одного у такого вот косячка который просто потом неприятно когда уже деталь готовы к покраске да и вам приходится шпатлевать и потом перетрава перекрывать шпатлевку грунтом пусть даже мокро по мокрому но это все равно лишний кусок работы это потеря настроения потому что вы уже настроены сейчас буду через 10 минут красить а у вас начинаются такие вот косяки вылазить поэтому будьте внимательны как бы это такой хороший совет ну и хотелось бы еще сказать здесь вот я познакомился с денисом да у дениса свой канал в описании видео я дам ссылочку на его канал можете посмотреть и у нас будет такой проект денис занимается разваркой дисков и ну на канале у него пока по разваркам там объяснение да таким не особо развито но мы поговорили с ним денис уже хочет сделать ну как бы канал немножко расширить и ему сказал почему бы денис не сделать такой проект тебе чтобы ты мог рассказать очень часто многих интересует краска да что такое порошковая краска как и краски не занимается этим то есть они красят диски порошковой краски что для этого нужно все это будет у него на канале довольно таки скоро уже готовятся видео и самое интересное будет проект за которым вам наверное будет интересно следить денис будет изготавливать диски отгадайте на что на матиз на матиз будем ставить разварку но большую не будем разварку делать сделаем сантиметров 5 разварим да пошире сделаем колеса установим матиз и все этапы изготовления этих дисков да вот разрезание там станки что к этому требуется все это будет вниз выкладывать на канале то есть проект так и будет называться диск для дядя лежит разварки я думаю будет интересно подписывайтесь на канал последним вместе потом поставим покатаемся оценим как машина ведет себя на эти дисках и плюс к тому что может быть потом мы эти колеса если я найду такую резину до 13 там по моему то ну и поставим на будущий баги наш то есть это будет интересно проект интерес также подписывайтесь на канал дениса и не сам ссылочку я дам в описании но мы сейчас чуть-чуть подождем игоря потому что я как бы ну я бы сейчас самого показал да но мне нужно показать человеку как все делается чтобы он сам почувствовал сам посмотрел сам потер то есть потому что он тоже занимается ремонтами вот кое-какие вещи у него не выходят и просто показать ему чтобы он немножко выник так ждем а вы то это увидите совсем скоро так можно конечно это все машинкой замыть но затереть на сухую но вот это место на него наиболее нужно обратить внимание то есть и это место желательно перетирать вручную как затирать сразу покажу чтобы была небольшая ясность многие затирать начинают вот так потому что кажется это ровно у вас получается но так затирать у вас ничего хорошего не получится затираем так же как и при затирке шпаклевки от ровного места и пошел вот так вот прикладываем и чтобы у нас сам заезжал плотцик на поверхность тем самым он вам здесь подпилит ровно и потихоньку краем будет спиливать и набивать нужное место здесь я сейчас немножко покажу обращаю внимание на то чтобы здесь не было ни песка ничего и первый слой слегонца проходим не нажимаем потому что могут песчинки быть которыми вы раскатаете и расцарапать то есть срезаем шляпки брызги и вот так вот просто по поверхности проведем чтобы если у вас есть какие-то песчинки то ими не расцарапать и и все и пошли стереть то есть здесь вот так понятно да но я хочу акцент сделать вот на этой плоскости вот как бы я трог потихонечку и как видите у меня сама набивается как бы я делаю вот здесь вот акцент и в обратную сторону также тоже можно и креста крестовыми движениями так вот вытираем дальше здесь тоже когда мы уже сюда переходим также точно уже не заходя туда крестовыми движениями не заваливая сюда есть когда мы трем уже на самой арке смотри внимательно мы не заворачиваем вот сюда мы выводим вот если показать вот как у нас плоскость есть так она и отстреливается и обратите внимание вот я сейчас буду затирать и у меня уже будет вырисовываться сам кант то есть если же мы будем заваливать то кант вырисовываться не будет то есть вот чем и хорош этот проявочный слой мало того что вы видите все косяки еще и то есть вы можете правильно подогнать кант то есть вот как вы видите рисуночек вырисовывается кантик и здесь так же закираем понял давай сейчас попробуешь налей воды так и вот так вот трем он смотри рукой как бы немножко придавливаешь вот рабочее вот это вот ребро не вся плоскость а как бы ребром и вот на это ребро давишь и она у тебя потихоньку видишь ты как бы ты не заворачиваешь вот раз и как бы самим ребром ты вытираешь но поворачивай так чтобы у тебя на вот лишь как бы было и вот так давай пробу несколько раз не бойся видишь она уже как бы спиливает ровненько слой вот теперь зайдите для удобства да и так же вот ребро сюда и выходишь пока у тебя не разровняется вот этот вот слой лишь пока ты не выровняешь пока у тебя не уйдет вот это вот проявочный слой смотри чтобы песочка не было так вот смелее 3 видишь она сама тебе выводит как тебе надо ну сюда вот не заходи да вот до сюда вот пока нет это потом ты уже будешь дать ну как бы это вот основное на что нужно обратить внимание при замывке да и здесь уже вы просто как бы замываете здесь уже просто вот так вот вытираем то есть придерживаясь плоскости и потом у вас вот тут вот уже когда останется бортик его уже можете сгладить где чуть-чуть протерлась не беда эпоксидным грунтиком потом под закидаем и вот так вот без особых нажатий видите ничего сложного нету да главное следите всегда чтобы не было песочка ну в принципе то вот так с помощью нехитрых манипуляций можно и замыть крыло сейчас он помоет и мы покажем бываем вот до такого состояния чтобы гранички у вас были размыты вот как вы видите все ровно ну мы помыли деталь сейчас она немножко высохнет и мы уже машинкой добьем остальное так как само основное само ответственное место мы уже замыли руками и выровняли его мы располоснули дырой перед тем как машинка работает и обязательно вытрите возможно у вас будет песок я делал восьмисотую шкурочку начинаем за мягкая подложечка так обороты чуть в два восьмисотую шкурочку восьмисотую шкурочку и и и и и и и и и замываем вот до такого состояния и где у нас есть там небольшие косички сейчас мы просто подгрунтуем эпоксидным грунтом небольшие протирчики и где у нас есть косички вот тут вот царапинки железо и наибельщик пройдет в гараже уже 800 это пройдешь такая вот красота получилась чуть-чуть так как время уже пройдет будет сам у себя в гараже красить и перед покрасочкой так как уже время пройдет это получается уже не мокро по мокрому то есть восьми соточка чуть-чуть рисочку набьет чуть-чуть а пыльчик уберет и все ему же можно смело красить ну а на сегодня все надеюсь урок был полезным и интересным не забываем ставить лайки ну и на пассажок как всегда очень-очень полезный совет мужчинам если ваши глаза закрыли мягкие руки а в спину уперлась пышная грудь и мягкий животик и вы услышали где-то сзади угадай кто обязательно ответьте серёга ты что ли поверьте так будет лучше ну и хотелось бы пожелать всем здоровья крепкого настроения бодрого следующий видео не заставить себя долго ждать ну и конечно добра и вам два